друзья приветствую вас вечерний обзор давайте рассмотрим текущую ситуацию какие новости выходят и куда сегодня вечером и в целом вообще намечаются тренды какие направления какие движения так статистика по соединенным штатам вышла не очень хорошие снижаются объемы базовых заказов на товары длительного пользования пока это не достигло критического оборота потому что несмотря на то что она меньше прогноза она больше предыдущего значения поэтому здесь пока ситуация она 50 на 50 ввп вырос ровно настолько насколько прогнозировалась ну здесь все равно есть позитивная динамика потому что идет рост по сравнению с коррющим квартал здесь пока все держится пока все нормально так мы проблемные места это число первичных заявок по безработице потому что здесь у нас вот это стремительное снижение которое шло она устранилась и теперь здесь будет либо движение в районе отметки 400 либо возможно даже это разворот и здесь пойдет движение назад ближайшее время я думаю месяц-два мы поймем какая здесь ситуация на самом деле но с учетом того что постоянно идет разнобой с прогнозом это говорит о том что система она движется куда-то не туда то есть если есть прогноз если есть фактическое положение которое все время с ним расходится худшую сторону это говорит о том что что-то с прогнозами не так или что-то внутри вулкане происходит и пока наружу не вылезла так но вот смотрите тут такая интересная статья оказывается главная беда инфляция сдержек и в ней есть виновны это поддержанные автомобили которые резко выросли в цене но здесь надо хорошо помнить о том что поддержанные автомобили резко выросли в цене потому что резко выросли в цене новые автомобили новые автомобили выросли в цене потому что их был нехваток нехватка которая была вызвана в том числе и тем что не хватает чипов и нельзя их производить в достаточном количестве так что ну да можно сказать что здесь вот назначить виновными рост цен на был автомобиль и причем как бы здесь автор утверждает что цены рост цен на был автомобиль еще не достиг пика ну конечно сейчас лет автомобильный сезон пиковым достигнет ближе как к начале к середине августа и там же он и начнет скорее всего проседать но вот подобные утверждения они всегда меня скажем так несколько забавят потому что они вырваны из контекста сказал что был автомобиль и раскачали ситуацию но ведь надо объяснить какие могут быть дальнейшие последствия и к чему приведет текущей экономической ситуации после того как выровняется цены на был автомобиль и проблема ты вообще не был автомобилях проблема в том что есть огромная денежная масса которая как шальной медведь шатун ходит туда-сюда и она вылазит то автомобилях подержанных то в айфонах то там не знаю еще в чем-то то в поездках она будет искать куда и выходить и вот эти движения они будут вызывать общий инфляционный рост то есть рост цен на товары и услуги и снижение покупательской способности соответственно для развитых стран нет ничего страшнее чем падение покупательской способности потому что они не добывают и не продают трудные ресурсы они производят прибавочную стоимость и для них падение покупательской способности это коллапсы кризис так друзья вот есть еще скажем так новый луч усиливающий инфляцию инфляцию издержек вообще общую инфляцию это так называемая шеренгфляция на самом деле шеренгфляция я считаю что это по сути это мошенничество за который надо очень сурово наказывать что такое шеренгфляция приходите вы в магазин хотите вы купить допустим пачку пельменей ну ли допустим бутылку своей любимой текилы и вы вдруг сталкиваетесь что на самом деле пачка пельменей который всегда весила килограмм она стоит 900 она весит 950 грамм и цена осталась тоже или допустим вы берете литр текила оказывается что там и 950 миллилитров согласен с текилой пример неудачный потому что те товары которые немножко даже дорогие и тем более премиум они так называемый шеренгфляции неподвижен или подвижны незначительной степени а вот товары повседневного пользования как раз вот это западная фишка американская которая появилась 70-е годы но тогда ее быстро привели в чувство что подобные вещи не делать сейчас в россии это стало очень популярно в америке это тоже начинает набирать обороты когда недобросовестные производители они постоянно уменьшают пачку при этом оставляют цену смотрите здесь в чем опасность этого явления опасность этого явления в том что это на самом деле разведение под полой скрытой инфляции потому что здесь вроде как все внешне благообразно остается на самом деле здесь накапливается постоянно снижение покупательского покупательской способности за счет того что идет такое оттяпывание недобросовестно если это происходит на ровном месте вот просто взяли и начали там кто-то недобросовестно начал так себя вести из производителя но он быстро скажем так получит по шапке потому что те производители которые так не делают будут покупать их товары вот но когда возникает какой-то дефицит или значительный рост издержек то обычно прибегают таким трюкам проблема только в том что такие трюки они ведут тому что покупательская способность падает и экономический коллапс быстрее приближается ну и вот в общем то еще один вектор поддержки для инфляции которые разгоняют так друзья но давайте о хорошем о том волшебном исследовании которые провели американские экономисты института чарльза шваба величайшего в двадцатом веке стали литей щека или в девятнадцатом по моему все таки в двадцатом что они выяснили что человеку американцу для счастья ну в основном достаточно 2 и 6 миллионов долларов запомните эту цифру когда вы к ней приблизитесь но с учетом инфляции который произойдет чтобы остановиться и ощутить радость жизни но на самом деле есть три вещи это правда ложь и статистика как бы если провели опла опросы наибольшее количество людей сказали что вот такой суммы мне будет достаточно чтобы чувствовать себя богатым и счастливым то эта статистика потому что человек как бы приходит в равновесие в баланс когда у него есть и доходы и он занимается любимым делом а вот эта планка она конечно у всех разная но тот же ричард брэнсон говорит что куда мне столько денег я не могу съесть 10 ужинов за раз так но вот еще тревожный индикатор который раскачивает инфляцию это предполагаемое за засуху соединенных штатов засуха на самом деле очень страшная вещь и соединенные штаты это такая страна которая считает себя цивилизованной избавленной от всех бед и очень часто такие страны внезапно настигают какие-то форс мажор поэтому если действительно состоится засухой будет не урожай в совокупности с текущей продовольственной инфляции это очень сильно разгонит цены и опять же это еще и еще придаст рост инфляционному потоку но здесь смотрите вот все эти векторы они на самом деле ведут 8 текущего года конец сентября начало октября так но вот в текущих реалиях возникла такая ситуация когда малейшее упоминание о том что надо ставку ключевую соединенных штатах увеличивать или надо останавливать скупку активов которые каждый месяц происходит решили действовать хитрее предложили вообще ставку не мониторить а мониторе ставку на резервы банков ну что для каникан контроля денежной массы наиболее оптимально использовать именно управление ставкой над банковскими резервами и при этом не использовать резервы банков при расчете банковского леви режим то есть сколько банк может оперировать каким объемом денежных средств относящимся к его капиталу вот предлагают из этой схемы расчетов убрать банковские резервы здесь есть два момента с одной стороны как бы все не вечно под луной и жизненно протекает таким образом что периодически надо что-то менять точки отчета системы почеты и так далее и тому подобное но учитывая то что был на прошлой неделе здесь я думаю на текущем этапе просто идет зондирование почвы как сделать так чтобы поднять ставку и никто этого не заметил ход мысли конечно интересные весьма инновационный мне кажется это даже может подействовать но здесь есть один очень такой щекотливый момент что в момент того когда это начнут объявлять и внедрять жизнь уже только на этом рынке могут сыпануться потому что такого рода изменения это неопределенность они определенность она порождает огромную волатильность так друзья индекс доллара дневной таймфрейм здесь мы с вами получаем картину что индекс доллара отказывается ослабляться здесь сейчас идет консолидация и если он ближайшее время пятница понедельник не уходит на девяносто один и пять то здесь надо ожидать что движение наверх она развернется и усилится так вик сегодня сходил аж на 14 круто на самом деле я думаю здесь просто собрали стопы и теперь он готов к новому увлекательному движению на 19 с половиной но и кстати вы знаете может быть вот то что предлагает экономист американский изменить систему контроля то есть отказаться вот вот мониторинга одной ставки перейти к манинду мониторингу других ставок которые на резервы банковские но здесь собственно говоря возникнет два риска первый риск который связан как на это отреагирует рынок но такие инновации в товару риск который связан с тем что очень часто бывает так что гладко на бумаге а в жизни все не так и что-нибудь вылезет и все это дело разломает или какой-то форс-мажор произойдет так ну а тем временем сегодня snp новый хай сделал сегодня достигнут новый рекорд правда этот новый рекорд как-то достаточно выжато выглядит так друзья далее золото здесь я ставлю часовик по золоту мы ушли на вот эту промежуточную поддержку 1772 но ее не пробили это позитивно потому что если здесь будет удержание то на этой неделе сегодня вечером либо завтра разовьется отскок и движение к верхней границе на 1789 вот куда-то вот сюда так друзья далее нефть смотрите по нефти сегодня пытались отлить и пробили вот этот уровень но как только пошло движение приближение к 74 20 и резко стали выкупать по нефти картина очень убедительно наверх несмотря на нарисовавшуюся вот эту фигуру канал нисходящий здесь все указывает на то что даже если сейчас все-таки этот канал реализуется то ее от 74 будут набирать и гнать наверх на текущий момент весьма вероятно что отсюда разовьется либо сегодня вечером либо на завтра движение цель которую 75 и 7 так друзья далее евро доллар по евро доллару здесь ситуация указывает на то что несмотря на страшную картину в индексе доллара евро доллар пока консолидируется в диапазоне 1 целый 1921 целый 1953 негатив здесь начинается в случае пробоя 1,2 в этой ситуации движение скорее всего разовьется и уже здесь будет тестирование на целый 1790 но такой сценарий пока что он я думаю не будет реализован почему потому что если на часа ведь переходить здесь зародилось движение наверх с целью потестить 1 целый 1970 так друзья далее рубль доллар юсд ту муру здесь вот вышли из этого диапазона который заканчивался на 72 и 3 здесь по идее в этой ситуации должно развиться движение у которого цель будет первое это 71 37 потом 70 с половиной однако здесь вот это движение она не очень интенсивно идет то есть это говорит о том что мы скажем так весьма вероятно что пока камнем преткновение будет вот этот уровень 72 12 соответственно сегодня если закрытие происходит выше этого уровня то завтра мы отскакиваем и идем на 72 55 но и вот на часы часовики вот это как раз движение это движение но весьма вероятно сейчас будет либо консолидироваться либо отскакивать от вот этого уровня 72 12 так друзья на общем то это все основные инструменты спасибо за внимание удачи